Гуманитарная катастрофа в Торецке Донецкой области. В городе уже 10-й день не хватает воды. Местные власти говорят о возможной вспышке инфекционных заболеваний. Проблемы начались после того, как боевики повредили водопровод. Подробнее расскажет Геннадий Вивденко. Жительница Торецка Зоя Васильевна ведет к своей квартире на пятом этаже. На третьем уже нет воды. Полторы недели водоснабжения нет и у нее. Вот баклажки приготовили на сегодня. В каждом доме в 30-тысячном городе такая же ситуация. Ситуация у нас практически критическая. Многие районы у нас получают воду почасово. Это может быть час, два часа буквально в сутки. Многоэтажные дома тоже очень сильно страдают. Вода выше третьего этажа не поднимается. В некоторых случаях даже выше первого этажа. Это центральный водораспределительный узел города Торецка. И для его окрестностей в день перекачивает 15 тысяч кубометров воды. При этом столько же почти вытекает через пробитый водопровод боевиками с той стороны. В начале года обстрелы наемников привели к прорыву водопровода. Он ведет из оккупированной горловки к подконтрольному Торецку. Очень большая жара. На сегодня уже 32-33 градуса. Ясно, что люди получают и поливают. Никуда мы от этого не делимся. Не обязаны поливать, есть на этой водомеры. Но получается, положение очень страшное с водой. Прорывы водопровода в серой зоне под Торецком. Там патрули боевиков. Об этой проблеме говорили и во время переговоров в Минске. Есть сторона ДНР, или как называемая российская сторона. Украина дает, не дает та сторона. Заходы туда, и поэтому люди не могут зайти. Сами поймите, никто не хочет, чтобы наши люди где-то пострадали, не дай бог погибли. В городе тем временем собираются закрывать детские сады, пока воды хватает. Учреждения оборудованы резервуарами и насосами, которые подкачивают воду. Мы хотим, чтобы не закрывались и не будут, потому как у нас идет подача. По словам городских властей, альтернативный водопровод обойдется до 200 миллионов гривен. Значительно проще отремонтировать трубу во фронтовой зоне под Торецком. Однако, с другой стороны, на это согласие не дают. Геннадий Вивденко, Никита Исайко, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.